Приветствую вас, и первое, чего бы мне сразу хотелось начать свой ответ, это с того, что вы не уникальны в своей ситуации. Ситуация бывает, бывает довольно часто, не афишируется, конечно же, никак не придается согласки, безусловно, даже если разные арабы об этом узнают, они стараются это скрыть по понятным причинам, но тем не менее это есть, как факт это есть. И действительно, люди иногда приходят к такому выводу, к такому решению, что ну а зачем искать кого-то, да, если есть вот такая возможность, давай ей воспользуемся, что в этом плохого. Вот. Соответственно, обсуждать вас категорически я не буду, просто потому что меня здесь не для этого, не для того, чтобы вас обсуждать, да. Вот. Значит, что я хочу сказать. Значит, вот с точки зрения психологии, с точки зрения, даже скорее психоанализа, у вас происходит сублимация. То есть, что это страшно. Вы как мужчина, и ваша сестра как женщина испытываете потребность в том, чтобы реализоваться как представитель своего пола. Вот. Но реализоваться как представитель своего пола вы можете только в контексте, ну, других людей, в контексте партнеров. Вот. А если партнеров нет, то, соответственно, реализоваться у вас не получается никак. И это, к сожалению, ситуация довольно такая тяжелая, когда вы хотите реализоваться, а реализоваться не получается. Вот. И энергия, она ведь по сути-то дел остается, она никуда не девается, эта энергия, она не исчезает, она никуда не трансформируется, к сожалению. Энергия остается. Эта энергия, естественно, находит выход именно в вашем влечении к сестре. Что, в принципе, в данном случае вполне нормально и естественно. Ибо по-другому быть в данном случае, в данном конкретном случае, просто не может. Из-за того, что желания они есть, влечения они тоже есть, а реализоваться им кроме как на сестру больше не будет. Вот и происходит такая ситуация, что вы, значит, хотите свою сестру. Знаете, момент здесь очень тонкий. Вы говорите про такие вещи, как снятие сексуального напряжения, вот, и про получение опыта. Значит, на счет сексуального напряжения, совершенно однозначно можно вам предложить делать то, что вы делаете. То есть я имею ввиду мастурбировать и как бы это раз все снимает напряжение сексуальное. Вот, но, конечно же, это только при том условии, если вы это сами хотите. Вот, если вы считаете это достаточно. А вот кто-то вот говорит, что мастурбация напряжения не снимает. Ну, это уже, как бы, личное дело скажет, что... Если не снимает, по вашему мнению, это напряжение, ну, тогда можно, конечно, вступить в интимную связь с сестру. Да, можно. Если вы оба спортсменолитные, то сестра согласна, согласна. Вот, вот. С этим. Но, как я уже сказал, это ваша связь, и это ваше влечение, это ваша любовь, как вы говорите, скорее всего, является сублимацией. То есть, как бы, трансформации энергии из невозможного для себя пути в возможный путь. И, если это так, то вам нужно, в первую очередь, разобраться с тем, что вы пишете, что я замкнутый, девушки не было и нет. Вот с этим нужно разбираться. Почему вы замкнуты? Почему у вас нет девушки? Почему вы не уверены в себе, откуда эти сомнения в себе у вас ввелись? С чем они связаны? И тогда этот процесс, этот процесс, процесс, процесс разбора вот того, что с вами происходит, этот процесс, он очень-очень важный. И, если его не разобрать, то вы, по сути, получается, неверно будете реализовывать свои попредственности. А неверная реализация попредственности приведет к негативным последствиям. К сожалению. Ну, хотите вы этого или не хотите, в любом случае, к каким-то негативным последствиям этот процесс всегда приведет. Это вот, это, ну, нельзя понимать исторически. По-другому не бывает, к сожалению. Хотелось бы, чтобы был, конечно, но по-другому не было. Вот, в принципе, то, что я вам хочу сказать. То есть, для четкого, для, вот прямо, знаете, для превентивного снятия напряжения сексуального, если вам это не мешает, взаимодействовать с этим, значит, ну, противоположным полом, возможно. Но только в качестве средства снятия напряжения. Только когда вы чувствуете, что вам это напряжение реально мешает, а только если вы ставите свою цель, ставите свою целью проработать свои блоки, которые не позволяют вам выстраивать взаимоотношения с противоположным полом. Девушке нужно в том числе та же самая терапия вашей сестры. Это все нужно вам обоим. Обязательно. Вот совершенно в обязательном порядке все это нужно вам обоим. И если вот как бы в процессе, в процессе, в процессе, в процессе, как бы вот этой работы вы будете чувствовать напряжение, если в процессе этой работы вы будете чувствовать, что, ну, вот, вы движетесь, вы оба движетесь, ну, вот, к тому, чтобы стать более раскрепощенным, ну, несколько раз вступить в связь с мостом. Опять же, соблюдая все правила предохранения, соблюдая все правила согласия обоюдного друг к другу и так далее, но никак не в качестве самостоятельного вида отношений между вас. Это версия совершенно ступиковая. Ага, значит, вы сказали такую вещь, что любите свое сестру. Вот вы пишите, что я люблю ее очень сильно. Вы знаете, конечно, первая реакция, вам не поверить, сказать, что нет, нет, дорогой друг, вы не любите ее, у вас просто влечение к ней и все. Я этого говорить не буду, потому что не знаю вас и не знаю вашей истории, может быть, вы действительно ее любите, может быть, вначале вы ее любили, а потом у вас появилось влечение. Я этого не знаю. Хотя разобрать это можно и нужно, особенно если вы хотите свои проблемы решить. Но то, что я знаю точно, это то, что любовь и сексуальное влечение это два совершенно разных момента, это два совершенно разных чувства, и путать их, смешивать их не стоит. Одно дело, если вы хотите свою сестру как женщину, красивую, может быть, для себя и так далее. Это одно дело. Другое дело, если вы любите как человека. И поэтому этот момент, момент, связанный с тем, любите вы ее или нет, нужно будет решать процесс. то есть, вот, решите вы, например, свои проблемы, да, ну, свои проблемы с неуверенностью в себе. Решите вы эти проблемы, и можно будет тогда уже смотреть, любите ли вы свою сестру или нет. Любовь останется к ней, даже несмотря на то, что вы разрешили свои проблемы некоторые. Вам можно говорить о достаточно, о действительно сыне любви к ней, и, ну, тогда все вам решат. То есть, хотите ли, хотите вы быть с ней вместе, как вы это все будете делать, это вопрос Марат. То есть, история, знаю, случаи, когда брат и сестра любят друг друга, живут вместе. Да, детей у них нет, но живут вместе. Установляют там или кто-то еще делает. Да. Но, да, нужно, нужно вам быть готовым к ИС. Девушки тоже быть готовыми к осуждению, к постоянному осуждению того, что вы делаете. Потому что осуждение будет всегда, вас будут осуждать, и осуждать, ну, как сказать, не то, чтобы не заслуженно, ну, просто осуждать. Вот нужно вам при условии, что вы, если вы хотите быть сестра, если вы, вот как говорите, вы любите ее, то вам нужно быть готовым именно к осуждению. к тому, что осуждение будет всегда. это, на самом деле, не так просто, как кажется на первом, на первом, на первом глядке. Это довольно сложно. Вопрос в том, вопрос в том, выдержите ли вы это, и осознаете ли вы, что это действительно значит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok